Вот бывало у вас, переиграли соперника полностью, получили гигантский перевес, но тот все держится и никак не сдается. И как поступать в таком случае? Играть резко есть шанс, поспешить, ляпнуть и выпустить перевес. Играть медленно, ждать его ошибки, соперник может построить какую-нибудь крепость. Как же подходить к таким позициям? Здесь поможет важнейший принцип игры в шахматы. И перед тем, как мы к нему перейдем, я попрошу вас решить простейшую шахматную задачку, которую создал еще Пол Морфи в середине 19 века. Попробуйте выиграть белыми хотя бы на горизонте пяти ходов, поставьте видео на паузу и найдите выигрыш за белых. Сняли видео с паузы, давайте смотреть. На самом деле задача звучит как поставьте мат в два хода, но я дал вам возможность подумать даже чуть-чуть дальше. На самом деле, если вы начнете поиски со взятий, вы быстро убедитесь, что не удается замотовать короля в сколь-либо обозримом будущем. Обычное окончание слон против ладьи, если король стоит в углу не цвета слона, они ничеренны, теоретически ничеренны. Какие-то попытки, там не знаю, обойти ладьей тоже счастья не приносят, слон становится куда-то на h7 и тоже можно сказать, что черные не знают беды. К победе приводит всего один ход, ладья h6, ну к победе в два хода. Конечно, какие-то нюансы и тонкости на горизонте десяти ходов могут возникнуть с любыми передвижениями ладей по линии h, но там действительно раньше, чем в 9 или в 10 ходов мат поставить не удастся. А вот ладья h6 приводит к мгновенному мату, приводит к мгновенному мату. Почему? Потому что если слон идет куда-то в сторону, ладья h7 мат. Если же пешка бьет, тогда пешка идет на g7 и тоже ставит мат. В какой же момент черные проиграли? В момент, когда они получили мат или в момент хода ладья h6? Можно сказать, что в момент хода ладья h6, потому что в этот момент у них не осталось хороших ходов. И важнейший шахматный принцип, который нужно понимать для успеха и который сэкономит вам кучу времени и сил в обучении шахматам, звучит следующим образом. Мы побеждаем тогда, когда у соперника не осталось хороших ходов. Даже если мы посмотрим на ситуацию мата, ведь что такое мат? Мат это как раз и есть самая яркая ситуация, когда у соперника нет хороших ходов, но он обязан как-то ходить. Но не может, но не может, потому что хороших ходов нет и возможных ходов тоже нет. Конечно, вы, наверное, скажете, что слышали где-то про цукцванг, особенно или цукцванг, кто как называет. Я предпочитаю, придерживаюсь первого варианта. Но обычно где-то в контексте каких-нибудь пешечных окончаний. Однако принцип лишения хороших ходов соперника можно применять с любым количеством фигур. Когда их мало на доске, когда их много в митиншпиле, даже дебют можно разыграть так, что у соперника не останется хороших ходов и вы довольно легко одержите победу. Давайте двигаться по нарастающей от окончаний, от малого количества фигур к большому количеству фигур. Итак, давайте посмотрим на следующий милый этюд. Здесь уже никаких ограничений в количестве ходов у вас нет. Вам надо хоть как-то выиграть. Но, что важно понимать, если вы не выиграете у черных ладью, скорее всего вы не выиграете партию. Потому что окончание король с ладью и слоном против короля с ладью, конечно, теоретически на больших глубинах выигрывается. Но там нужна поистине компьютерная точность, которую даже гроссмейстеры с рейтингом 2700 не всегда демонстрируют. Поэтому, поэтому я бы здесь на вашем месте попробовал выиграть ладью. Поставьте видео на паузу и подумайте, как вы можете это сделать. Сейчас, когда вы сняли видео с паузы, я бы хотел, чтобы вы вспомнили единственный и важнейший шахматный принцип лишать соперника хороших ходов. Потому что, если вы начнете просто вероломно нападать на ладью, можно запросто земнуть освобождающий ход b6. После которого, скорее всего, выиграть вам не получится. Ну, если вы, конечно, не компьютер, а не сможете с компьютерной точностью перекатать черных в позиции ладья со слоном против ладьи. Какие-то шахи на короля, они интереснее, намного интереснее выглядят, но тоже нужно быть очень-очень-очень аккуратным. Ладья h8 не дает черным разгуляться, оставляет. Один-единственный ход, король c7. А вот, если ставить дальнейшие шахи непродуманно, король убежит на безопасную клетку. Ладья освободится каким-нибудь движением пешки b6 или b5. И, поминай, как звали. Но, если увидеть здесь ход слон d8, и даже не сколько ход слон d8, сколько ход слон b6, который лишает ходов черную пешку, черную ладью, да вообще всех лишает ходов, кроме короля. Ну, если черные не хотят, конечно, проиграть. И увидеть здесь ход ладья c8, то вы добьетесь легкой победы. Как эти ходы можно увидеть? Опять же, ориентироваться на сильные ходы соперника и забирать их у него. Это очень-очень важный принцип, который необходимо просто понять. Ну, вы скажете, конечно, в окончании легко этим заниматься, а что же делать в метельшпиле в середине игры? Фигур на доске много, у всех ходы не заберешь. Однако, у всех не заберешь, но даже в метельшпиле этот принцип помогает вам выбирать среди каких-то сложных решений. Только что белые сыграли пешкой f5, черные съели конем на c6. И перед белыми возник извечный вопрос. Чем и кого бить? Есть выбор побить слона, есть выбор побить коня. Выборы кажутся примерно равноценными, потому что, например, ладят c6 не выигрывает пешку a6, там слон убегает, защищается. Ну, и взятие слона тоже не сказать, чтобы что-то выигрывало. Да, то есть, не проигрывает пешку, как минимум, за белых, потому что черным придется куда-то уходить конем, он остается под боем. Вопрос. Поставьте видео на паузу. Кого бы вы здесь взяли и почему? Сняли видео с паузы, давайте смотреть. Здесь ход ладья бьется c6, ведет к довольно внушительному перевесу. Тогда как взятие на e6 передает перевес черным. Казалось бы, почему? А все просто. Давайте посмотрим, есть ли хорошие ходы у черных в одном и в другом случае. Если мы берем коня, черные должны решать проблему своего слона, должны убегать, защищаться. И самое главное, у слона нет ходов вперед. Все ходы вперед, они пробиваются. Они пробиваются. Ход назад есть, но пешку тогда съедим. Другой ход назад вроде бы ничего, но вынуждены черные отходить назад. А мы можем наращивать свое давление вперед, давить на пешку c7 все больше, больше и больше. И теперь выглядит, как будто единственная защита ладья b7. Можно уже и ладья a6 заикнуться, можно и наращивать свое давление, просто фигуры активизировать. Тут уже кому как нравится. И давайте сравним это с позицией после хода fe. Вот после хода fe. Есть ли хорошие ходы у черных? Да, очень даже неплохой ход конь е5. Конь прям в центре встал. Фигуры белых немножко к защите пешки привязал. И чувствует себя очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Поэтому даже в середине игры, когда, казалось бы, вы просто считаете варианты, в каком порядке и кого вам бить, все время задумываетесь о том, в каком случае вы оставляете сопернику меньше хороших ходов. Ведь главная цель шахматной игры, конечно, говорят поставить мат, но если перефразировать другими словами, главная цель шахматной игры сделать так, чтобы у соперника не было хороших, а желательно и возможных ходов. Ну, при этом, естественно, король была такого. Это был довольно простой метеошпильный пример. А вот это пример уже прям гроссмейстерский, гроссмейстерский. Перед вами партия между Алехиным и Немцовичем, сыгранная на турнире в Сан-Ремо 1930 года. Здесь белые, ну, скажем так, подзажали черных, но требуется очень-очень точный ход, который не позволит черным выкрутиться и лишит их хороших ходов. Попробуйте найти его здесь. Сняли видео с паузы. Этот ход пешка А5. Почему? Потому что черным тесно. Они рады хоть какую-то свою фигуру поставить в пограничную зону на 4-ю, на 5-ю горизонталь. И, конечно, если дать им время, они с радостью пойдут А5, а коня затем поставят на Б4. Поэтому ход А5 не дает случиться такому развитию событий. После хода конь С8 белые меняют коня на слона и делают еще один ход, который забирает просто ходы у черных. Это ход пешкой А6. Ферзь идет на Ф7. Слон атакует коня. Отступать конем назад не очень хочется. Почему? Потому что тогда линия С будет открыта и поле С7 будет просто приглашать белых вторгаться в лаги. А вот после коней Е7 у белых имеется много хороших ходов. Все они должны быть с какой-то единой целью. И цель это надавить по линии С, возможно, где-то залезть по этой линии, куда-нибудь на С7 встать. У черных с хорошими ходами дела намного хуже. Почему? Потому что у них меньше пространства. Потому что они не позаботились о пространстве в начале игры. А6 ладья С1. Дальше идет маневрирование, сдвоение. Не столь как бы для нас интересное. Но в какой-то прекрасный момент все черные фигуры оказались просто привязаны к защите коня на С6. Что здесь делать? А делать здесь нужно нападение и включение новой фигуры в атаку. Так бы я сказал. Кого можно включить? Ну, на коня у нас еще пешка не нападала. Отсюда у нас и ход слон А4 с угрозой Б5. После того, как соперник пошел Б5, Алёхин съел король на Е8, слон вернулся обратно. И вот вроде бы черные успели ход в ход успели все защитить. Теперь даже ход Б5, ну, скажем так, не совсем однозначную победу дает. Потому что конь отходит и вроде бы на С7 все хорошо и успешно защищено. Поставьте видео на паузу и подумайте, как бы вы здесь сыграли на месте белых. Итак, вы сняли видео с паузы. И сильнейший ход здесь А4. Белые просто посмотрели, какие еще хорошие непроигрывающие ходы остались у черных. А это были ходы королевскими пешками. И начали их забирать. И начали просто их забирать. Дело в том, что все черные фигуры привязаны к защите поля С7. То есть, король и ферзь не могут уходить никуда. И С6. Соответственно, конь на Е7 тоже никуда не может уйти. Остаются у черных ходы пешками. Эти ходы забираются белыми. На ход Ж6, наверное, какой-нибудь ход король Ж1 или король Ж2 может последовать. И рано или поздно ходы пешками здесь закончатся. И тогда придется делать какой-то плохой ход черным. И вот мы с вами наблюдаем Цук Цванг при полной доске фигур. Ну и на десерт. На десерт, как я уже говорил, лишать соперника хороших ходов можно абсолютно на любом уровне развития вашей игры. Можно в окончании, когда малое количество фигур. Это один из основных способов победы. Можно в середине игры. Мы только что посмотрели, как четвертый чемпион мира не брезговал этим базовым принципом. Можно делать это и в дебюте. В дебюте, например, представим, что решили вы сыграть французскую. Точнее, вы сыграли Е4, а соперник решил сыграть французскую защиту. А вы вот беда, совсем забыли, совсем забыли, как ее играть. Знаете только, что в Е5, что в конь Ц3 очень много длинных сложных вариантов. Еще, наверное, там и позиция закрытая, которая вам не нравится, скорее всего. Что делать? Что делать? Выбрали разменный вариант. Потом вспомнили, что в каких-то книжках читали, что он очень-очень ничейный. И начали думать, а что же здесь делать? И тут, если вы владеете базовым шахматным принципом, лишать соперника хороших ходов, вы можете задуматься и найти расстановку, которая доставит вашему сопернику трудности. А если он не знает тонкости какого-то гамбитного варианта, то, возможно, он и очень быстро проиграет и развалится. Мы спрашиваем себя, а чего хотят черные? Какие у них здесь есть хорошие ходы? Ну, понятно, что ходам конь С6, конь Ф6 мы помешать не можем. Ходу слон Д6 или какому-то переводу слон Б4, слон А5 мы тоже не можем помешать. А вот хорошему ходу слон Ж4 или слон Ф5 помешать мы вполне себе в состоянии. Поэтому мы делаем не какой-то шаблонный развивающий ход. Мы делаем ход, который лишает соперника хороших ходов. Ну, соперник думает, ладно, нападут. Тут мы смотрим, какие хорошие ходы у черных в этой позиции. Нападение на пешку и возможность напасть на слона с разменом. Что мы делаем? Правильно, мы не развиваемся. Мы лишаем соперника хороших ходов. Соперник пошел конь Ф6. Ну, тут мы смотрим, какие же хорошие ходы остались у черных. Слон Д6, ну, мы этому не в состоянии помешать, потому что ход слона Е7 тоже будет вполне себе неплохой. Если ходу слон Д6 мы еще можем как-то помешать с угрозой размена не самого приятного, то ходу слон Е7, ну, не помешаем никак. А вот, опять же, еще один хороший ход. Слон Ж4 вполне в наших силах остановить. Мы делаем ход H3. Черные смекнули, куда идет дело и пытаются вывести своего слона на Е6. Мы думаем, зачем? Оказывается, они собираются поставить ферзя на Д7 и аккуратненько поменяться. Тогда мы что делаем? Мы говорим, нет, берем поле Ф5 еще раз под контроль. Дальше, когда мы уже почти всему, чему можно, помешали, делаем обычный развивающий ход. А на ход Ж4, ну, Ж4, Ж6, извините, делать не будут. Конь висит, наверное, на ход слон Е7. Мы еще сделаем какой-то развивающий ходик. Конь Д2. Конь у нас потом на Ф1 перейдет. И вот здесь, на желание соперника разменяться, мы уже ответим отрицательно. И будем выбирать, если мы чуть-чуть посмелее готовы уйти в длинную рокировку, мы пойдем. Ж4. И вообще не дадим плохого слона разменять. Если мы еще не определились, в какую сторону мы хотим рокироваться, мы можем пойти к нему на Ж3 и точно так же не дать слону успешно разменяться. И эту позицию довольно неприятно играть черными. В какую бы сторону они ни рокировали. Хоть в длинную, хоть в короткую. Рокируют в длинную. Тут на них какой-то пешечный штурм. Накатят белые. Рокируют в короткую. Тоже, как говорится, никто не застрахован. И от пешечного штурма, и от каких-то там переводов слона 6. Конь Е3, конь Ж4. Ну, конь Ж4 там уже по вкусу будут смотреть белые. В общем, черными играть здесь не настолько приятно. То есть, как мы видим, базовый принцип лишения фигур соперника хороших ходов, он работает везде. И когда фигур мало, и когда фигур много, и когда вообще все фигуры на доске. И на десерт я хотел бы дать вам небольшое домашнее задание. Покажу сейчас две позиции. Одна это классический этюд, еще начало 20 века. Кочует он у нас из одного учебника в другой. Попробуйте его решить. Напишите решение в комментарии. Возможно, вы уже раньше с ним встречались. А вторая позиция, она у нас взята из современной практики уровня кандидатов в мастера спорта. Подумайте, как бы вы здесь пошли на месте белых. Тут у вас есть выбор между ходами. Ферзь Б4 получить синицу в руках. И ферзь Ж5 получить журавля в небе. Но, несмотря на грозный вскрытый шаг, где-нибудь после хода А5, если вы выберете ход Ферзь Ж5, после хода А5 не так все ясно, как белые могут получать здесь перевес дальше. Напишите мне в обоих случаях 3-4 ходовый ответ в комментариях. И мы посмотрим, кто из вас правильно решил. И я, соответственно, отвечу насчет правильного решения. Всем спасибо за просмотр. До свидания.